Всем привет! Предлагаю вашему вниманию обзор настольной лампы ночника от компании Xiaomi модель E-Lite с сайта everbuying.net Вот такая вот упаковка стандартная для продуктов Xiaomi картонная на обратной стороне маленькая наклеечка, на которой все на китайском языке, все в иероглифах Открываем, смотрим, что в комплекте Комплект поставки у нас простой Собственно, сама лампа в чехольчике Рядом у нас блок питания И инструкция, опять же, только на китайском языке Это все мы можем отставить в сторону Сама лампа Лампа это ночник, который имеет мощность около 10 ватт Имеет функции изменения цвета за счет RGB светодиодов Встроенного аккумулятора нету, работает только от блока питания Блок питания 12 вольт 1 ампер Штекер у нас вот такой вот Не USB Имеет сенсорное управление на верхней панели Также может работать от Управляться с телефона посредством Wi-Fi Но для этого нужен Android 4.4 и старше Поэтому, к сожалению, я пока этого показать не могу Только у меня Android 4.2 Блок питания Он немножко Как это Вызывает некую дисгармонию По сравнению с розеткой Xiaomi Потому что он перекрывает соседние розетки Когда Включен в нее Здесь какой-то Как-то компания Xiaomi не придумала Совместимость своих же продуктов Сама лампа Основание алюминиевое Сборка хорошая Никаких щелей, скрипов, ничего нет Верхняя панель закрыта у нас заклеена Декоративной наклеечкой С информацией, за что отвечает какая кнопка Внизу у нас характеристики Серийный номер И одно гнездо для питания Управление простое Включаем лампу Включилась она у нас Режим выбора цвета у нее идет Режимы выбираются маленькой кнопочкой сверху Фиксированный цвет Яркость Единственный интересный момент Что с лампой Это то, что производитель Заявляет 20 тысяч часов работы Светодиодов То есть После этого яркость у нас упадет в два раза Что несколько странно Потому что светодиоды Обычно яркие Есть 50 тысяч часов А обычные до 100 тысяч Соответственно 100 тысяч Это порядка 10 лет Непрерывной работы После чего яркость падает в два раза 50 тысяч Пять лет А 20 тысяч Это всего, грубо говоря, два года Непрерывной работы После чего яркость у нас Упадет в два раза Есть также Другие интересные особенности Нажимаем И у нас Будет меняться световая температура Вот, например От Просто белого цвета До Теплых оттенков То есть Мы сами выбираем Какой цвет нам Надо При управлении С телефона Дополнительно Есть Таймер сна Который мы можем Выставить Или после чего Лампа включается То есть Такое простое Управление И интересный Ночник Насколько он функциональный На самом деле Немножко непонятно Потому что Во-первых Сто диоды Мы не можем заменить В отличие от обычной Лампочки А цена у нас Достаточно здесь Высокая Но если нам надо Необычный светильник В детскую Или еще куда-то То Это очень интересное решение На самом деле Если фотоаппарат Сейчас показывает Мерцание Глаз его не замечает Это особенность Это особенность Считывание информации С матрицы Также Свечение Практически Равномерное Это опять-таки Особенности Восприятия Матрицы Фотоаппарата Ну и собственно Вот в более-менее Таких сумерках В темноте Как работает Лампа Режим автоматического Изменения цвета Мы можем выбрать Тут Яркость Свечения Фиксированный режим В нем Если мы зажмем Кнопку И будем Крутить То мы Выберем Какой цвет Который нам Надо На самом деле Мы видим Что зеленого цвета Здесь практически У нас нет Он мало так Воспринимается Хотя Можно и словить Если аккуратненько Играть Управление Со смартфона Должно быть Также Интересным По Wi-Fi Но Я сказал Проверить Это К сожалению Я не могу Также Думаю Многим Будет интересно Узнать Сколько же Потребляет Вот такая Лампа В ждущем Режиме И при работе В ждущем Режиме Когда включен У нас Ее удлинитель Удлинитель Ксяоми Лампа Сама Выключена Это все Потребляет 0,6 Ватт Сам удлинитель Сам блок питания Лампы Потребляет 0,5 Ватта Как мы видим И теперь Давайте Включим Саму лампу Обычный Белый свет Максимальная Яркость Видим Что Потребление У нас 8,1 Ватта При изменении Цветов Мощность У нас Падает В общем Все Сильно Зависит От цвета На минимальной Яркости Мощность Потребления 0,8 Ватта Также При включенном Белом Свете Можно Выбирать Его Оттенки Оттенки Чисто Белого Света И в таком Режиме Потребление Максимально Большое 12,6 Ватта При вот Такой Белой Световой Температуре Если же Менять Температуру В любую Другую Сторон То Мощность Соответственно У нас Будет Падать Вот Такая Вот Такой Чисто Белый Свет Несколько Синеватый Хотя В принципе Тут и Нету 9,8 Ватта Потребление Вот Мы Вернулись К Такому Обычному Белому 12,5 Ватта Потреблению Это При Максимальной Яркости Вот Собственно Оттенки Белого От Желтого Горячей Спички Как Заявляет Производитель До Простого Белого Причем Вот Такой Белый У нас 3,1 Ватта Всего На Максимальной Яркости А на Минимальной Вообще 0,8 Собственно Мы Видим У нас Есть Пик Свечения Вот Он У нас Максимальная Мощность И В любую Другую Сторону У нас Будет Уже Меньше Потребления В общем Вот Такой Светильник Достаточно Экономный Интересный И я бы Сказал Даже Впишется В любой Интерьер О Изменении Цветов Ну Не знаю Первое Время Это точно Будет Хорошая Игрушка Которая Позволит Адаптировать Освещение Комнаты Рабочего Места Под Ваше Настроение Единственный Минус Что Это не Ночник Для чтения Потому Что Он Освещает Во все Стороны Если вы Не один В комнате Он Может Мешать Другим Находящимся В ней А в целом Очень Интересная Штука Плюс Если у вас Android 4.4 Или Apple То Вы Получаете Еще дополнительную Функцию Дистанционного Управления Лампой На этом Все Спасибо Всем За Внимание Лампа С сайта Everbuyne .net Лампа Меняет Цвета В автоматическом режиме Зажимаем Кнопку И Меняем Цвет Зажимаем Зажимаем Подождите